Однажды я прохожу мимо мусорных баков и вижу коробку от пленки басовской и что-то на ней что-то я обратил внимание на коробку вначале а потом на коробке заметил что знакомый почерк мой оказался оказался оригинал музыки и ласкового зверя его немногие знают в лицо зато практически все знают его музыку без произведений композитора евгения доги сегодня невозможно представить любимые всеми советские фильмы табор уходит в небо мой ласковый и нежный зверь и многие другие евгений дмитриевич 75 года член союза кинематографистов ссср он и до сих пор не прекращает писать музыку для кино вот студия москве конечно здесь прошла моя основная работа в кино потому что 74 года с конца 74 года в том как раз блоки была экспериментальная студия мы начали табору хоть не было как раз на этой студии руководил ей знаменитый чухрай старший который сам был выдающимся режиссером и других искал таких тебе вот он нашел и предложил латяну снимать табор уходит небо на этой экспериментальной студии москва конечно я вам скажу что москва для меня очень важно важный город не только потому что это москва и какая для меня все равно я сижу в четырех стенах что здесь что нам за полярным кругом я сидел я думаю что просто здесь другое в тишине над москвою во первых все фильмы которые я писал все записаны здесь и более 200 потом самые лучшие мои концерты проходили здесь в самых лучших залах и мне привалило такая счастье работать впервые на этой и студии здесь мы сделали уже потом не закончили купаться в славе после у нас это само табора как пошел ласковый зверь потом пошла она павлова хороший период был вижу что идут в загс под вальс из ласкового зверя конечно мне это приятного и потому что другие поколения и таким образом как мост благодаря музыки прокладывается между поколениями и не только это есть еще и другие вещи которые слушаются я знаю что мои диски не лежат на полках магазинов до сих пор хотя уже сиди сейчас уже они спадают из спроса потому что появились другие носители теперь у меня пока все это идет потому что я каждый раз пытаюсь что-то новое представить есть у евгения доги и произведения посвященные москве например вот это у нас был такой молодежный эстрадный ансамбль эстрадный по сегодняшним понятиям это немножко не то но по тем временам это был действительно эстрадный оркестр мы получили первую премию на республиканском конкурсе этих эстрадных ансамблей и нас направили на на 57 году на московский молодежный фестиваль вот я помню как мы ехали в вагоне как все было в абсолютно бесплатно чего там так ну как по нашим понятиям конфеты печенье там еще так этого лимонад какой-то все это бесплатно писать как здорово первый раз попал вот пятьдесят седьмом году потом я приезжал еще покупал вилончель на неглинку музыкальном в магазине и даже помню как я летал я летал на лил 14 который один всего пассажир я и три человека экипаж мы в киеве садились отдыхали экипаж потом приходил пассажиры садились я во множественном числе обратно то же самое я уже с вилончели кромацкое потрясающее место самое мое любимое потому что они живут и оживу потому что она сама любимая и вот я помню когда я только приехал более 20 лет назад здесь на этом месте еще были несколько оставшихся домов сельских потому что здесь была деревня это так удивительно от них все таки что-то осталось во первых осталось где так местами асфальт который там были какие-то трубы но главное что осталось и кто что который радует до сих пор это остатки сада вот яблони я очень люблю место где живу мне крылацкой очень нравится потому что я могу здесь нравится и не только потому что я просто здесь живу и поэтому я свое каждый кулик схватит свое болото нет не поэтому я пытался даже потому что меня провоцировали да давай поменять там где-то в другом месте там побольше комнат большими там хотя я мог бы иметь и здесь их побольше но мне достаточно дальше в глубине этой рощи там вишни целая ли вишни потом малина я тут каждое утро хожу срывая листочки для заварки чая с потрясающе я чувствую это моё вот пространство и даже трудно объяснить что значит моё моё я чувствую комфортно себя в этом пространстве я выхожу на крылатские холмы открывается простор такой я люблю открытые пространства а на этом участке вот именно вот здесь вот где-то значит я иду отсюда иду на прогулку нужно каждое утро про прогуливаясь здесь идет бабулька вот туда навстречу и какие-то шапки у нее на поводках а одна такая собака такая видимо кто-то был родственник у нее овчарка потому что там уже были другие какие-то собачья интернационалистка короче я иду себе спокойно бабулька там от собака сама по себе и как бы но сопровождать бабульку потом вдруг она взялась за меня я смотрю на меня отсюда я ее сгоняю она уже слева я слева она уже сзади меня атакуют со стороны думаю что же такое я никогда никак не пою и нигде не рычит ничего просто меня атакует так по-наглому бабулька заметила и вдруг как закричит женя ты что с ума сошел я думаю что там она меня еще решила ругать оказывается женя это собака была я люблю открытые пространства не люблю замкнутое пространство там я страшно страдаю когда сижу за за фортепиано и в меня пианино кстати очень удобно и потому что она не закрывать есть такие высокие и тебя при того стена все время это страшно на психику действия у меня открыто пространство я вижу туда все-таки взоры направляют на цветок и поэтому и в природе я выхожу на холмы на один холм москва река там ну не все меня здесь устраивает конечно природа потрясающая но так как человек все таки большой мастер ее корректировать и например меня не очень радуют эти огромнейшие небоскребы которые вверх заслонили и небо и москву и не знаю для чего сейчас дискуссии большие по этому поводу ссылаются на опыт европы там действительно в центре ничего не строит такого мне очень нравится вот эта аркада который поддерживает мост подвесной получается но причем тут красный цвет это никак не пойму как какое отношение имеет красный цвет к этому такого прекрасную зеленому ландшафту какой-то нонсенс ну так видит наверно видео до архитектора также видит как многие мои коллеги музыканты видят всякой какафонии видят эту музыку я считаю что это архитектурная какафония соловьи сейчас просто там безобразничает соревнуется как будто конкурс соловьиной песни и потрясающе и эти игроки которые пытаются их имитировать и неудачно прямо как в жизни потому что у нас тоже есть очень такие случаи когда есть прекраснейшие певцы или композиторы и вот это вот давайте как этот самый вот соловьи сами по себе поют а грачи хотят петь как соловьи но не получать не дано им этого соловьи наверно у них сегодня выходной день наверное или замерзли наверно вот и не поют хотя уже нет я не до июня месяца вообще-то поют потом находят своих подруг и уже не до пения вообще когда доходят своих подруг уже тогда уже не до чириканье все меняется меняется президентами меняется обитатели в этом крылацком они себе те же самые песни поют песни вечности вот как бы написать знаете просто так а я задумываюсь как это так вот они тысячи лет поют наверняка эти песни и каждый раз ими наслаждаются новое поколение вот как бы мне вот такой бы придумывать мне нравится когда легко все когда вот парит потому что человек тогда полон радости пол полон положительной энергетики вот вот поэтому я и я хочу быть таким мне очень приятно утром я прохожу вот туда на разминку и мимо этой акации и так радуется что вот землячка береза которая местная аборигенка вот она видимо от ревности и зависти не знаю как то так вот это решила уйти в лучшие миры вот так бывает законы жизни но мы же пойти отгоняем от себя радость мы не только не умеем мы не хотим пошел это дурачься прямо как маленький а мне нравится быть маленьким человек который перестал был перестал быть маленьким когда бросил из себя все детское детскость будем на это я думаю что человек уже конченый многие сейчас философы и да и ученые ковыряются там в тайнах бытия так хорошо некоторые вещи там если при выборе там придумали живую клетку и там поможет там кого-то там оздоровить но здесь кому глубоко копаться не нужно так и бессмысленно не докопается друзья не докопаетесь потому что это бесконечность тайна тайна нужно сохранить она нас идти